Иосиф Виссарионович Сталин даже в старости казался крепким человеком. Впрочем, телевидения еще не было, и страна не знала, как именно выглядел стареющий вождь. На своих портретах он был по-прежнему молод и полон сил. Но в последние годы он постоянно болел. У него, судя по сохранившимся документам, было два инсульта. Но об этом нельзя было говорить. Когда он себя плохо чувствовал, никого к себе не допускал. Болея, уезжал на юг. Во время второго инсульта Лаврентий Павлович Берег хотел его навестить. Сталин запретил. Он не только не нуждался в чисто человеческом сочувствии, но и не хотел, чтобы кто-то знал о его недугах. Его болезни были государственной тайной. Все считали, что вождь здоров и работает. Работает даже в отпуске. Он с 20-х годов уже показывался врачам, и были международные консилиумы. И он был очень больным человеком. Когда его осматривал доктор Кипшадзе, вот сразу после войны, когда он был нездоров, он ведь страдал очень... У него так тяжелая диурея была, он по 20, с лишним раз он, так сказать, он страдал желудком в день. Поэтому и в дальнейшем это повторялось. Это видно из тех кусочков истории болезни, которые сохранились. Личный фон Сталина, хранившийся в архиве Политбюро, кто-то изрядно почистил. Полной истории болезней нет. Есть отдельные страницы, которые хранились в опечатанных конвертах. Найдены записи врачей о бесконечных простудах, ангинах, поносах, которые мучили Сталина. Иногда он буквально не мог далеко отойти от туалета. Уже в 20-е годы Сталин страдал заболеванием опорно-двигательного аппарата. У него болели руки и ноги. У него там была повреждена левая рука. И, по-видимому, это была какая-то травма. Молотов говорил о том, что он не то под фаэтон попал там в детстве. В общем, была какая-то травма в детстве. И, по-видимому, может быть, с переломом, может быть, с подвывихом. Так или иначе, рука не так, может быть, срослась. А дальше, в 20-е уже годы, началась отчетливая атрофия мышцы этой руки. И эта атрофия мышцы еще сопровождалась какими-то, ну, болезненными явлениями. В те годы это называли сухорукостью. Он регулярно ездил в Сочи, принимал мацистинские ванны. Они снимали боль, и Сталин чувствовал себя лучше. В 30-е годы многие врачи озаботились тем, как поддержать здоровье вождей партии и государства. Разрабатывали теорию долголетия. Известный большевик Александр Александрович Богданов создал Институт переливания крови. И считал, что массивными переливаниями крови можно омолодить изношенные организмы новых руководителей России. Сам Богданов, доказывая правоту своей теории, проводил эксперимент на себе и погиб. Игнатий Николаевич Казаков пытался стимулировать своих высокопоставленных пациентов переливаниями крови и введением различных сывороток и гормонов. У доктора Казакова лечился в 30-е годы и Сталин, страдавший псориазом. Это хроническая кожная болезнь. Казаков провел ему курс лечения белковыми препаратами, лизатами. С точки зрения современной медицины, это малоэффективный и даже знахарский метод. Но Сталину лечение немного помогло. И Казакову позволили создать собственный научно-исследовательский институт. Но произошло непредвиденное. Пятно, поразившее кожу генсека, стало вновь увеличиваться. Доктор Казаков был арестован и расстрелян. Сталин постоянно простужался. Страдал тяжелыми ангинами с высокой температурой. Его лечил видный отоларинголог Борис Сергеевич Преображенский, который с 32-го года был консультантом лечебно-санаторного управления Кремля. В 52-м академика Преображенского арестовали по делу врачей. После смерти Сталина Преображенского сразу освободили. Он благополучно работал и в 62-м году получил золотую звезду героя социалистического труда. Многие годы говорят о нарушениях психики Сталина. Некоторые врачи и историки уверены, что он был психически нездоров, страдал паранойей, и именно этим объясняются масштабы репрессий и его собственная жестокость и безжалостность. Ходили слухи, что в декабре 27-го года к Сталину пригласили известного психиатра и психолога Владимира Михайловича Бехтерева. Считается, что Бехтерев диагностировал у Сталина паранойю, после чего врач скоропостижно скончался, подозревает отравление, полагает, что Бехтерева убрали, чтобы он не рассказывал о психическом заболевании вождя. Но никаких доказательств этой версии не найдено. У нас всегда, когда используют слово «паранойя», имеют в виду особый вариант психоза с тяжелым бредом, систематизированный бред и так далее. Но не надо забывать о том, что речь идет о 27-м годе. Это тот самый год, когда Ганушкин разрабатывал свое учение о психопатиях и говорил, выделял среди психопатов особую группу паранойяльных психопатов. Поэтому что имел в виду Бехтерев, мы опять-таки сказать не можем. Я не думаю, что он имел в виду систематизированный бред. Он все-таки был достаточно опытный доктор. А вот сказать о паранойяльной психопатии он вполне мог. А почему, собственно, нет? А что характерно для этого? Психопатия – это не психоз. Это особенность личности. Среди нас психопатов, может быть, каждый второй. Точнее было бы сказать, что Бехтерев диагностировал не заболевание, а определил тип личности, достаточно распространенный. В 27-м году это был совсем другой человек. Он еще был молод. Ну, относительно молод. У него еще не было повышенного артериального давления. У него еще не было грубой атеросклеротической симптоматики. Впрочем, многие врачи продолжают утверждать, что Сталин все-таки был психически нездоров. Тот же Игнатий Николаевич Казаков по секрету говорил близким людям, что подозревает у Сталина шизофрению. Дело в том, что мы самого Сталина никак, ни с какого конца, как говорится, не изучали. Но, тем не менее, есть записки психиатров, петербургских, прежде всего, психиатров, которые считают, что Сталин страдал паранойей. Я считаю, что к этому надо относиться очень осторожно. Странности, проявлявшиеся в характере Сталина, все-таки не были симптомами тяжкой душевной болезни. Признать его душевно больным, значит, снять с него ответственность за все им свершенное. Нет, он не был психически больным человеком. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что делает. Практически все его поступки были продиктованы трезвым и циничным расчетом. Он прекрасно владел собой. Он вообще был актером. Сталин был достаточно внимательным к аппарату, к сотрудникам. Он постоянно спрашивал о здоровье, в частности, у Чедаева. Потом он даже и умел кое-какие слабости прощать. Вот сразу я помню, был случай в годы войны, когда один из генералов был награжден, получил высокую награду, по-моему, орден Ленина. И он на радостях принял одну стопочку, две, три. Ну, а там настаивали, наверное, его, кто окружали. И был уже навеселее. Вдруг его вызывает Сталин. Он к нему пришел, еле-еле язык ворочался. И все, как явиться пьяным к Сталину и прочее. Ну, Сталин его потом... Ну, ладно, ну, идите. И что-то ему сказал, тот ушел. И он сказал, ничего. Человек получил высокую награду, по-русски выпил. Ну, что же, радость, радость свою отметил вместе со своими друзьями. Конечно, с возрастом вождь стал меняться, и не к лучшему. После войны Сталин ежегодно проводил на юге 3-4 месяца. В Москву обыкновенно возвращался к 21 декабря, к дню рождения. В 51-м он уехал на озеро Рица и отдыхал 5 месяцев. Там, на юге, подальше от людей, его и лечили. Светлана уверяет, что он, по его распоряжению, был уничтожен историей болезни. Я думаю, что это возможно, что именно он распорядился уничтожить свою историю болезни. Вы ведь знаете, что я нашел папку, которая написана, что это 10-й том его истории болезни. Никаких томов, ни предшествующих, ни этого тома обнаружить не удалось. Единственное, что я обнаружил, сказали, что он не показывался врачам в последнее время. Это неверно, потому что запись от апреля 52-го года, где он показывался Преображенскому и Виноградову, существует две таких записи документальных. Сохранились результаты анализов, которые у него брали. Только выписывались направления на другое имя. Обычно на имя офицера Главного управления охраны Министерства госбезопасности, который их приносил в лабораторию. В 52-м все анализы были записаны на его основного охранника Хрусталёва. У политиков, которые испытывали постоянные перегрузки, организм рано изнашивается, поражается артериальная сосудистая система. В результате наступает инфаркт сердца или ишемический инфаркт мозга. Признаки одряхления у Сталина были очевидны. У него были выпадения памяти, что ему дважды становилось плохо на заседаниях. И что он... Ну, это вообще явление, конечно, в этом ничего необычного нет. Он забывал именно людей, не мог назвать их. Судя по тому, что еще с середины 30-х к нему стали приглашать известного профессора-кардиолога Владимира Виноградова, вождь болел всерьез, страдал от высокого давления, атеросклероза. Виноградов его наблюдал в течение многих лет, с довоенного периода. Периодически его, так сказать, периодически его... Ну, наверное, я думаю, так я могу судить, так раз в месяц его посещал. Но Виноградов дружил с моим отцом. Часто бывал у нас. Он никогда не касался вообще ни лечения Сталина, никогда не касался вообще... Не давал никаких оценок Сталину. Никогда. Виноградов, который, как и Преображенский, был избран действительным членом Академии медицинских наук, известен своими трудами по диагностике и лечению инфарктов миокарда. В 52-м году Виноградов тоже был арестован, как врач-вредитель. После смерти Сталина его выпустили, и впоследствии он стал героем социалистического труда. Приказав арестовать Виноградова, Сталин лишил себя квалифицированной медицинской помощи. У него было очень высокое давление, ведь он же не случайно скончался от апоплексии. То есть это... Он просто рванул какой-то сосуд на высоте артериального давления. Он не лечился. До этого он хотя бы принимал какие-то препараты, которые ему давал его постоянный лечащий доктор Виноградов. Это при том, что в целом вождь заботился о своем здоровье. Если в Москве поздней осенью начиналась эпидемия гриппа, он не спешил возвращаться. Сидел на юге. Бросить курить он не сумел, но перестал затягиваться, просто попыхивал трубкой. Когда, положим, говорят, что Паскрёбышев его лечил, это не соответствует действительности. Там в действительности было только то, что он, Паскрёбышев, отвечал за то, чтобы какого врача пригласить и как он должен когда быть у Сталина. И Сталина готовили к посещению врача. И второе, это то, что все таблетки, которые давали, кстати говоря, там все лекарства довольно простые по нашим понятиям нынешним. То прежде чем Сталин глотал эту таблетку, ее должен был проглотить Паскрёбышев. Этот средневековый способ избежать отравления свидетельствует о том, что Сталин тоже боялся. Боялся, но он и даже за столом всегда, какое бы блюдо ни начинал есть, его кто-то должен был попробовать. Там это в шутку или еще как, вот, проявлением заботы о гости. Так или иначе, но кто-то эту пищу пробовал. Сталин существовал в мире уголовных преступников. Если он убивал, то почему же его не могли убить? Чем тяжелее атеросклероз, тем более на фоне высокого артериального давления, тем скорее он вытаскивает, так сказать, из глубины характера все то мерзкое, что в этом характере могло когда-то, ну, как-то компенсироваться другими качествами. И поэтому человек действительно становится совсем другим. Ну, мы же прекрасно знаем, скажем, какого-нибудь гневного инвалида в автобусе. Вот это примерно то же самое, что произошло со Сталином. Его гнев стал неадекватным. Мясников, который проводил вскрытие и готовил заключение, так сказать, о смерти Сталина, он впоследствии в своих этих мемуарах писал, что характер психических проблем Сталина заключался в том, что он не утрачивал способность к институтуальной деятельности. То есть он здраво мыслил, так сказать, периодически и способен был, так сказать, делать обоснованные выводы. Но в то же время, вот, характером мозгового вещества говорил, что у него была, так сказать, очень такая повышенная реакция на различные угрозы, на различные опасности. И вот этот эмоциональный, периодически эмоциональный, так сказать, всплески, они вот тушили, что называется, здравый смысл, который в нем присутствовал. Близкие к нему люди замечали странности в поведении вождя. В разгар веселого ужина вождь вдруг вставал и деловым шагом выходил из столовой вестибюль. Оказавшись за порогом, он круто поворачивался и стоя у приоткрытой двери напряженно и долго вслушивался, о чем без него говорят. Но уловка не имела успеха. Все знали, что Сталин стоит за дверью и подслушивает. Сталин подозрительно всматривался во всякого, кто по каким-то причинам был задумчив и невесел. Почему он задумался? Что за этим кроется? Сталинский взгляд далеко не каждый выдерживал. Это был такой пронзительный взгляд, и когда человек отводил глаза, у Сталина сразу в голове подозрительная мысль на подозрение. Почему отводит глаза? Значит, он не искренен передо мной. Он что-то замышляет или что-то у него есть на душе против меня. С годами подозрительность Сталина явно нарастала. Терзаемый страхами, Сталин обычно ночь проводил за работой. Просматривал бумаги, читал. Перед тем, как речь спать, он подолгу стоял у окна. Нет ли на земле человеческих следов? Не подходил ли кто-то чужой к дому? В последнюю зиму даже запрещал сгребать снег. На снегу скорее разглядишь следы. Он иногда ложился спать, не раздеваясь. И всякий раз в другой комнате. То в спальне, то в библиотеке, то в столовой. Задавать вопросы никто не решался, поэтому ему стелили сразу в нескольких комнатах. Когда Сталин шел по коридору, люди, которые чувствовали, идет Сталин, они сразу куда-то уходили или в другую комнату, или там за угол. Попадаться уже не рекомендовалось. Ему даже на глаза. И это ведь в свое время и сыграло потом роковую роль. В каком плане? Он же несколько часов лежал на ковре, когда произошло кровоизлияние. И никто не смел туда прийти, никто не смел туда войти. Одиночество вождь не переносил, поэтому коротал вечера в компании членов президиума ЦК. Поздний ужин превращался в тяжелую пьянку. Сталин сам пил. Но его были любимые вины, как мне рассказывали и наркомы некоторые, и вот она, Стас Иванович Микоян. Это Кинзмараули, Хванчкара. Но последние, говорит, годы он пил шампанское и разбавлял боржоми. Сталин сам никогда не напивался, но ближайших соратников сознательно спаивал. Отец, он не любил вообще пить. Ему приходилось там пить, а он не любил. И он как-то устроился там, комнатка была, он обнаружил, что там есть и диванчик, и умывальник. И он так туда уходил, освежится в умывальнике, полежит с полчасика и приходит обратно. А потом Берия это заметил после трех, кажется, раз. Берия заметил и сказал Сталину. А Сталин, я думал, как-то он по-другому, а он ему зло сказал. Ты что, хочешь думать, что ты умнее всех или что-то в этом думаешь? Со злостью. Можешь об этом пожалеть. Сталин стал подозревать в предательстве даже самых близких и преданных ему людей, таких как Молотов, Поскребышев, Власик. У него не было никаких оснований сомневаться в их верности. Тем не менее, начальника своей охраны Власика он посадил, главного помощника Поскребышева отстранил, Молотова считал американским шпионом. Это был очень больной человек, потому что ведь мы знаем, что после войны, сразу после войны, он перенес уже инсульт, и он находился долго в Сочи, и его письма с юга, они наполнены желчью. Понимаете, он боялся какого-то отторжения власти, что ли, что у него эту власть заберут. Возможно, это результат болезненных процессов, которые происходили в его организме. Так, во всяком случае, думают некоторые врачи. Артериальное давление после первого инсульта у него постоянно росло. Каких цифр оно достигало, мы не знаем. Мы знаем только одно, что чем длительнее сохраняется высокое артериальное давление, тем больше оснований для развития атеросклероза и магистральных артерий, и каких-то церебральных, более мелких, и, соответственно, развития различных, может быть, мелких очагов в головном мозге. это могли быть какие-то приходящие расстройства мозгового кровообращения, когда у человека вдруг закружилась голова. Такие эпизоды тоже описаны с ним. Сталин был трудным пациентом для врачей. Однажды, еще в 30-е годы, отдыхая на юге, он как-то спросил одного из своих докторов, а скажите, только будьте со мной честным, у вас никогда не появляется желание отравить меня. Бедный доктор от испуга и растерянности потерял дар речи. Присмотревшись к нему, увидев, что этот врач не представляет для него опасности, Сталин сказал, да, я вижу, доктор, что вы человек робкий, слабый, никогда этого не сделаете, но у меня есть враги, которые способны на это. Когда Сталин уничтожал политиков или военных, в этом была какая-то логика, хотя и преступная. Но почему он стал сажать собственных врачей? Я вполне готов допустить, что у Сталина начиналось атеросклеротическое слабоумие, что вот тогда-то у него мог действительно пойти бред, бред какого-то физического воздействия, может быть, бред отравления. Он действительно перестал доверять своим докторам. Особого пиетета к врачам, даже с учеными степенями, Сталин не испытывал. Доктора такие же специалисты, как и все остальные. Он же пребывал в уверенности, что незаменимых людей нет. Один не справился, другого назначен. Да и не верил он в чудодейственные возможности медицины. Он говорил кому-то, что вы знаете, вот у нас на Кавказе люди лечатся тем, что пьют сухое вино и накрываются буркой. Вот. Я думаю, что Сталин не очень доверял врачам. Он считал, что он сам знает вообще, как нужно лечиться. Его осматривал в 45-м или 46-м году доктор Кипшадзе, когда он был на юге. И он ему прописал режим, как он должен себя вести, что он должен, сколько отдыхать он должен, сколько месяцев он проводить вне Москвы, как работать должен. Вот я думаю, в это он поверил, потому что он следовал всем этим предписаниям. Впрочем, споры о том, зачем Сталину понадобилось дело врачей, не окончено. Есть основания полагать, что процесс над врачами должен был стать поводом для новых репрессий. Николай Санчбулганин, уже выйдя на пенсию, рассказывал, что всех евреев предполагалось выслать из крупных городов. Причем на эти товарные поезда планировалось нападение негодующих толп. Он мне сказал, это я привожу в книге, что в конце февраля Сталин ему позвонил по телефону и велел дать соответствующее указание министру путей сообщения подогнать к Москве, в Москве, там, Ленинграду, Волгограду, Минску, Киеву, Светловску, там, несколько сот железнодорожных эшелонов на предмет депортации, так сказать, еврейской национальности. Действительно ли Сталин собирался выселить всех евреев на Дальний Восток, как он поступил с некоторыми другими народами? Многие историки говорят, нет таких документов, нет зафиксированных на бумаге указаний вождя, о которых говорил Булганин. Я спросил у него, какое-то письменное указание Сталина было, он тоже сказал, понимаете, мы с ним общались практически каждый день, по несколько раз в день, и лично, и по телефону. И что у него не было просто необходимости расписывать Микояну там одно, там Маленкову, одно, там Хрущеву, там третье. Поэтому он действовал то, что мы сейчас называем телефонным правом. И он в основном давал нам указания по поручению в устной форме либо по телефону. Ну, теперь, как я уже понимаю, конечно, тоже было не случайно, потому что он, конечно, не хотел себя, видимо, связывать тоже никакими бумагами. Да, это верно, Сталин избегал оставлять автографы на сомнительных документах. Очень многие люди были уничтожены по его приказу, а документов нет. Он избегал давать прямые указания, предпочитал ронять намеки, полагая, что его поймут правильно. Однажды Льва Романовича Шейнина, который многие годы возглавлял следственный отдел союзной прокуратуры, спросили, ну, как именно Сталин давал указания, кого расстрелять, кого посадить. И Шейнин ответил так, товарищ Сталин не пахан, товарищ Сталин глава государства, и подчиненные обязаны были его понимать, а кто не понимал, тот сам быстро исчезал. Ну да, разговор о соратниках Сталина это тема отдельная. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»